Как стало известно, информационное агентство на сроки от условного до пожизненного заключения потребовало приговорить Генпрокуратура 18 участников преступного сообщества криминального авторитета Олега Медведева, Шишкан, Олег Раменский, на счету которого убийства и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Ранее присяжные признали подсудимых виновными по большинству пунктов обвинения, решив, что лишь четверо из них заслуживают снисхождения. Трое фигурантов, по мнению прокурора, должны получить условные сроки, остальные от 12 до 24 лет заключения. Самое же суровое наказание в виде пожизненного гособвинения запросило для главного фигуранта Олега Медведева, а также трех его ближайших подручных. Прения сторон, в ходе которых прокурор Мадина Далгиева потребовала для подсудимых наказания, прошли в самом большом зале апелляционного корпуса Мосгорсуда. Там с осени прошлого года в выездном режиме слушалось дело в отношении фигурантов под председательством судьи 2-го западного окружного военного суда Алексея Гринева. Для обеспечения безопасности участников процесса разбирательство проходит в закрытом режиме. При этом на заседание 27 мая представители пяти заинтересованных лиц, главным образом родных и близких подсудимых, среди которых была гражданская жена Медведева Татьяна Курочкина, допущены не были. В ходе следствия их имущество было арестовано как приобретенное на преступные доходы, а срок его ареста неоднократно продлевался. Однако выступить в прениях сторон адвокатам третьих лиц не довелось. В ходе них гособвинитель Долгиева напомнила, что 16 мая коллегия присяжных, они совещались двое суток, отвечая на 160 вопросов, сочла доказанной вину подсудимых по большинству эпизодов, сняв обвинения лишь по второстепенным и по ст.р. 318 УК РФ применение насилия по отношению к представителю власти. Впрочем, срок давности по последней и так истек. Лишь четырех подсудимых жюри сочло заслуживающими снисхождение, а потому по закону им нельзя было просить назначить пожизненный срок.